Дом культуры в селе Березовка Раздольнского района Нуждаются в капитальном ремонте Там нет отопления и течет крыша Молодежь на 5 утопает в грязи По накатанным и натоптанным тропам В дождливую погоду не пройти До ближайшей школы с пересадками Дети из микрорайона Луговое вынуждены добираться До учебного заведения с двумя пересадками На трассе Симферополь-Армянск Вблизи села Софиевка Произошло жуткое ДТП Из-за нарушения правил дорожного движения Столкнулись два легковых автомобиля Лада Гранта и Пежо В результате аварии пострадали 3 человека Они в тяжелом состоянии И находятся в больнице Полицейские нашли пропавшего В Бочсарайском районе В конце января 17-летнего подростка Об этом сообщает пресс-служба МВД По республике Крым Ведомстве также уточнили, что молодой человек Обитал в окрестностях пещерного города Мангуб-Кале Полицейские провели с парнем профилактическую беседу И вернули домой О пропаже 17-летнего парня 30 января сообщили его родным Отмечалось, что молодой человек 28 января ушел из дома В селе Баштановка Бочсарайского района И не выходил на связь Со слов родственников Парень мог находиться в районе пещерного города Мангуб-Кале В поисках подростка были задействованы Полицейские специалисты МЧС А также общественники Дом культуры в селе Березовка Раздольевского района Нуждается в капитальном ремонте Там нет отопления Течет крыша Кроме этого На территории села Нива Орловка и Березовка Отсутствуют спортзалы Разобраться и изучить Проблемы местных жителей Приехал глава Госкомнация Ленур Абдураманов Об итогах встречи Расскажет наш корреспондент Султани Истакаева Крыша течет Окна ужасные Двери ужасные Когда-то это был Самый популярный дом культуры Сейчас здание умирает на глазах Единственный в селе храм культуры Был построен в советское время Находится в плачевном состоянии И требует капитального ремонта Холодно Все рушится Шелушится Дом культуры до сих пор является Центром творческой жизни для села Здесь и поют, и танцуют И проводят информационные мероприятия Мы работаем как можем Коллективы у нас есть Принимаем участие во всех районных фестивалях Конкурс У нас очень холодно Крыша течет Окна сифонят Проектно-сметная документация здания готова Осталось только одобрить проект И выделить средства Существуют проблемы и у местных мусульман Они вынуждены молиться в арендованном помещении Построить мечеть в селе Березовка Это главная задача местных жителей На протяжении 10 лет Бюджетные деньги не выделялись Строительство осуществляется за счет пожертвования местных мусульман Огромную помощь возведения оказывают и меценаты На территории уже залили фундамент главного здания Сейчас идет строительство комнаты для омовения Благодаря помощи Руслана Исмаиловича Бальбека Сейчас оказана помощь в сумме 100 тысяч рублей В ближайшую неделю еще 100 тысяч Пообещали нам спонсоры и меценаты предоставить Чтобы закупить камень Спортивная жизнь поселка кипит и полна энергии Дети с удовольствием ходят на кружки по смешанным единоборствам Однако тренировки проходят в школьном спортзале Где нет необходимых условий для данного вида спорта Отсутствуют условия, был бы захват больше Потому что все зависит от того Родители приходят, немного им не нравятся даже эти условия Которые они видят И поэтому как-то уже немного остывают Кроме этого Ленур Абдураманов посетил местную школу Осмотрел школьный музей и пообщался с педагогами и учениками Также отметил, что в Крыму продолжает работать Государственная социальная программа По созданию условий для комфортной жизни в сельской местности Будут восстанавливаться дома культуры И в ближайшее время по программе Руслана Бальбека Спортзал в каждом населенном пункте Возведут в поселке модульный спортивный комплекс Доброжелательность людей очень вызывает хорошее нарекание Поэтому глава администрации тоже сегодня нас встретил И как бы видно о том, что проблемы людей решаются Мы как бы конечно для того, чтобы этот визит был непросто Посещением и ознакомлением с проблемами людей Будем стараться их решать Председатель Госкомнаца встретился и с местными жителями поселка Раздольное Принял обращение и изучил проблемы По всем вопросам были даны разъяснения Также сотрудниками Госкомнаца были приняты заявления Для получения удостоверения о праве на меры социальной поддержки реабилитированным гражданам Султанин Ситакаева, Магомед Несторов, телеканал Миллет Приводийской общеобразовательной школе завершился капитальный ремонт пищеблока На эти цели из муниципального бюджета выделили 4 миллиона рублей Теперь 378 учеников будут ходить в новую столовую Здесь полностью обновлено технологическое оборудование Холодильные установки, посудомоечная машина, плиты, мясорубки, столы Готовить и есть в новые стало гораздо приятнее Кроме этого, школа в этом году отметит 150-летний юбилей Выполнено все, все требования, современные требования для наших детей И соблюдены все санпины, самое последнее современное оборудование Качественный ремонт с качественных материалов Все довольны, родители, дети, учителя Мы заходим в столовую с хорошим настроением Молодежная 5 утопает в грязи По накатанным и натоптанным тропам В дождливую погоду не пройти Почему в массиве компактного проживания нет дорог Расскажет наш корреспондент Арза Хасьянова Смешались куча у коней люди Строка Бородино-Лермонтова как нельзя точно описывать ситуацию на этих дорогах Если в свое время грязь остановила целую наполеоновскую армию То эти люди вынуждены жить в таких условиях больше 20 лет Поселок компактного проживания Молодежная 5 начал застраиваться с 90-х Сейчас здесь больше 500 дворов Недавно случилась радость, людям провели газ Но горы земли из траншей газовики убрать, по-видимому, не успели Благодаря газовикам еще хуже стало Землю вовремя не вывезли, сказали утрамбуются А взяли, разровняли, вообще на дорогу все Так на земляной слой накатали глину В дождь все превращается в огромные непроходимые рытвины Чтобы добраться до учебы, школьники проходят больше двух километров И это только в одну сторону Кто едет на работу, тому сложнее В кирзовых сапогах ведь в офис не придешь Но за столько лет люди уже выработали систему Мы ходим в кирзовых сапогах Переобуваемся в лесополосе нашей Развешиваем по деревьям Пакетики, у нас каждый именной пакетик Идем в детский сад вот такие вот Официально в массиве нет дорог На них нет документов Когда будет проходить паспортизация, неизвестно А выездная дорога здесь и вовсе непригодна На ней застрянет даже танк Жители говорят, помогают городские В лесополосе вываливают мусор Нарушителей ловят на горячем, фотографируют Но бесполезно Но на сегодняшний день по ней просто передвигаться невозможно И от безвыходности нам приходится заезжать В свой поселок через заправку На неоднократные обращения в администрацию Симферопольского района Нам отписывались письмами Знают все наши проблемы нашего поселка Уехать в город жителям сложно Маршрутки ездят только по московской трассе А она в нескольких километрах от массива Перебежав двойную сплошную Ведь пешеходного перехода здесь тоже нет Жители начинают голосовать Маршрутчики останавливаются на трассе Но по настроению Заехать в поселок было сложно И нашей съемочной группе Спас только профессионализм водителя Со списком проблем обратились в администрацию Симферопольского района За разъяснением ситуации Как оказалось, там знают о последствиях газовых работ Отсутствие дорожной инфраструктуры И заверили В массиве планируются ремонтные работы Когда приступят к ремонту дорожного покрытия? Во втором полугодии, в 2018 году Кроме того, уже в 2019 году В рамках ОЦП мы там начинаем проектировать Полноценную дорогу с твердым покрытием Уже порядка 50 миллионов рублей заложено На строительство дороги с твердым покрытием Там протяженностью 3 километра Оснащенном тротуарами, уличным освещением После окончания строительства дорог В поселке пустят общественный транспорт Появится остановка, светофоры, пешеходный переход А пока местным остается лишь запасаться В большом количестве кирзовыми сапогами И ждать морозов, чтобы жижа застыла Арзых Асьянова, Дмитрий Низовой Водитель Шевкет Мустафаев Команда телеканала Миллет Впервые крымчане могут стать Общественными наблюдателями И на выборах президента Российской Федерации В соответствии с законом Общественная палата Крыма Формирует корпус независимых наблюдателей Которые проконтролируют избирательный процесс На избирательных участках 18 марта 2018 года Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию Можно на сайте Которые вы видите на своих экранах Наш соотечественник Эрнест Бараша В конце ноября 2017 года Узнал страшный диагноз Опухоль головного мозга Все обращения в медицинские учреждения Заканчивались отписками Помощь предлагали клиники Израиля и Киева Сумма операции от 20 до 50 тысяч долларов Тогда член общественной организации Эрнест Барашев обратился к Эскендер Белялову И получил помощь Я обратился к Эскендер Ага С просьбой помочь в этом вопросе На что он, конечно, сразу откликнулся Сразу принял участие в моей проблеме В чем она выражалась Я ему объяснил, что Моей семьи Такой суммы, чтобы прооперировать эту опухоль Нет Но мне порекомендовали Сказали, что существует Такая квотная система При содействии главы Республики Крым Сергей Аксенов и член Совета При президенте Российской Федерации По межнациональным отношениям Эскендер Белялова Эрнест Барашев Получил квоту на бесплатную операцию В Федеральном центре нейрохирургии В городе Тюмени Операцию проводил руководитель клиники Один из ста лучших нейрохирургов Мира Альберт Суфьянов Операция и реабилитация проходила бесплатно Сейчас пациент уже дома И готов помогать всем, кому необходима его помощь Спасибо хочу сказать руководству республики Что они поучаствовали в судьбе моей И лично руководителю Аксенову Сергею Валерьевичу Я счастливчик, я себя считаю счастливчиком Но я вам хочу сказать, что эта квотная система В России работает Я всегда готов разделить, помочь, подсказать И я покажу дорогу, по которой это надо сделать До ближайшей школы с пересадками Дети из микрорайона Луговое Вынуждены добираться до учебного заведения С двумя пересадками Об этой проблеме рассказали жители на встрече с представителями Симферопольской администрации На ремонт Арсинова разбиралась с проблемами жителей Мы рады были бы, если бы она стояла, эта школа Мы бы туда отправляли Но так как ее сломали, но не строят Теперь до ближайшей школы детям из микрорайона Луговое приходится добираться на автобусе С двумя пересадками Новую, что поближе к дому, еще не успели достроить Родители готовы подождать Но просят перевезти детей в школу поближе Еще одна важная проблема Два соседних микрорайона разделяет опасная трасса Выезжать на нее всегда очень опасно Телеканал Милет уже рассказывал об этой проблеме Но светофора на этом участке по-прежнему нет Вот эти вот машины едут со скоростью 60-70 километров Здесь для разгона Раньше было метром 200 разгонная какая-то полоса Нет, ее убрали Сегодня ты завазишь в этот ряд И сзади тебе едет машина, начинает сигнал Вот этот тоже создается аварийная ситуация Или уходишь вправо, или же он выезжает на встречу Вот так вот И то же самое с той стороны Когда я сострогнула Вот этот вот самый больной вопрос Еще один наболевший вопрос Отсутствие зеленой зоны По словам детей, лесополосу с краснокнижными деревьями Хотят вырубить Уже третий год местные жители пытаются ее отстоять Местные жители мотивируют сохранность этого земельного участка тем Что здесь очень хорошая лесная зона Для роста их, так скажем, младшего поколения Этот земельный участок здесь необходим Поэтому в данном случае мы будем на стороне жителей этого микрорайона И будем оставить, я думаю, по мере возможности их интересы Несколько лет уже жители добиваются строительства мечети На землю под культовое сооружение претендует частный застройщик Спор продолжается несколько лет Вот этот человек охраняет вот эти кирпичи Чтобы его не разворовали, чтобы вот здесь все-таки что-то построили С самого начала здесь сказали мечеть Когда нам пытались участок взять, мы подбежали соседи, акт составляли Помните, акт это у меня сохранен Вот недавно я опять выгонял здесь Пришли колышки забили, я взял колышки, выкинул Ну вот Он говорит, а кто выкинул? Я говорю, я выкинул Короче, ни один клочок земли у нас не остается для развития дальнейшей жизни нашего поселка Ни для детей, ни для детей Еще одна просьба, с которой жители обратились к чиновникам Учесть парковочные места возле строящегося детского сада Напомним, в прошлом году в поселке Луговое началось строительство детского сада на 160 мест Это учреждение планируют сдать в эксплуатацию в этом году Все вопросы места компактного проживания и смет Абдуллаев взял на личный контроль Сегодня их обсуждали на заседании с представителями профильных комитетов Нариман Тарсинова, Рамазан Альвапов, телеканал Милет Немцы меняют отношения к антироссийским санкциям В ее составе депутаты земельных парламентов от партии «Альтернатива для Германии» В Крыму они продолжают посещать значимые объекты, обсуждают партнерские отношения и выступают за снятие санкций О встрече делегации с крымскими политиками и учеными в сюжете Софьи Шукуровой Делегация из Германии посещает Крым уже не в первый раз В этом году визит иностранных гостей совпал с годовщиной Ялтинской конференции Тогда лидеры союзных стран приняли важные решения для всего мира Цель современных политиков – узнать правду о ситуации на полуострове Европейским средствам массовой информации они не верят и активно выступают за отмену санкций Мы увидели в последнее время, что в восточных немецких землях все больше и больше критики в отношении антиразийских санкций Но проблема в том, что системные старые партии очень сильно интегрированы в Евросоюз, который не признает или нарушает права человека Как санкции, так и плохие взаимоотношения между нашими странами не являются интересами нашей страны Легитимность референдума – главная тема встречи в Государственном совете Всевоссоединение Крыма и России можно сравнивать с объединением Германии, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов Передайте, пожалуйста, госпоже Меркель и властям Германии, что мы в Крыму очень обижены на то, что объединение немцев приветствовали, а объединение русских в Германии отрицают Крымские политики пригласили немецких депутатов и бизнесменов на экономический форум в Ялту Они добавили, что в Крыму действует свободная экономическая зона и на полуострове можно выгодно вести бизнес Делегация посетила и крупнейший вуз полуострова – Крымский инженерно-педагогический университет Экскурсию по лабораториям заведения провел ректор университета Чингис Якубов Переводчик на этот раз не понадобился Экскурсию глава вуза провел на немецком языке А после знакомства с крымско-татарской культурой для гостей выступил ансамбль скрипачей Сельсибиль Накануне они приехали с международного фестиваля, который проходил в Дрездене Там крымчанки получили гран-при Педагоги и студенты рассказывали немецким гостям о строительстве долгожданного полиэтнического центра культуры молодежи Коллектив озвучил и проблемы, которые возникают из-за европейских санкций Так, например, в странах ЕС не признают крымские дипломы И нет международных программ по академическому обмену Мы очень надеемся на то, что наши коллеги донесут Так как они являются депутатами, они избранники народа Они все-таки донесут эту позицию до нашего немецкого братского нам народа Визит немецких политиков продлится до конца недели У себя дома депутаты региональных парламентов обещают рассказать всю правду о настоящей жизни в российском Крыму София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет И о новостях спорта Путь в большой футбол, а дворового спорта в профессиональный Сегодня в Симферополе состоялся круглый стол, где специалисты и эксперты в области развития футбола Обсудили дальнейшие планы на 2018 год Во время конференции были затронуты главные вопросы Это создание спортивных школ, тренировка детей на уровне европейских стандартов А также с этого года перед крымскими футболистами стоит задача, чтобы рано или поздно влиться в Российский футбольный союз А вот воспитанник Евпаторийской спортивной школы по футболу уже получил вызов в юношескую сборную России В которой выступают игроки 2002 года рождения Юный спортсмен играл за футбольную команду Евпатория Участвовал в первенстве Крыма и своими яркими выступлениями он привлек внимание молодежной команды московского «Спартака» Очень много было построено, пусть еще небольших футбольных полей Но начинают с малых, это маленькие доступные площадки дворовые, где именно маленькие детки начинают заниматься Следующим этапом уже будет более профессиональное Вот то, что по федеральной целевой программе нам не отказывают 8 футбольных полей Мы потихонечку по очереди их также выстраиваем Вот в этом году Феодосия Следующие еще не решили, но также с министерством спорта будем обсуждать Где следующих два футбольных поля, больших, запроектируем, где они нужнее Это были все новости на сегодня А в студии для вас работал Асан Абиблаев Не переключайте телеканал «Мне лет» До новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова